Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Вот уже два вторника мы беседуем о месте богословия в жизни православного христианина. В прошлый раз мы поговорили о соотношении святоотеческого предания и схоластической такой вот школы, хотя это звучит автологично, с тем, что человеку необходимо и, будучи в современной культуре, находясь, ставить какие-то живые вопросы, живо их для себя разрешать в рамках, в контексте богословия, философии, христианско-религиозной философии, для того, чтобы, в принципе, именоваться и называться христианином. И вот сегодня мы, ну так скажем, заканчиваем небольшой цикл, посвященный этой теме. Мы сегодня будем говорить о современном состоянии богословия и говорить мы будем с преподавателем Самарской духовной семинарии Сергеем Григорьевичем Кревичем. Здравствуйте, Сергей Григорьевич. Здравствуйте. Тема, которую мы сегодня вынесли в заглавие, она очень сложна. Сложна, ну так вот, для консервативной части наших слушателей, потому что мы, я так понимаю, сейчас будем называть имена тех богословов, которые святыми отцами не являются, которые не являются православными, вот, зачастую. Но есть богословы и среди протестантов, среди католической церкви, которые двигают науку богословия, двигают, продвигают человечество к определенного рода ответам, что-то освящают и так далее. Вот давайте мы начнем с того, во-первых, вы как и философ с большим стажем и преподавания, и размышления, работы внутренней по поиску каких-то ответов, и как преподаватель Самарской духовной семинарии, и как ведущий определенных школ, лекториев при храмах, наблюдаете картину, какие ныне вот вопросы богословские задают люди. То есть, чем сейчас интересуется именно рядовой мирянин, какие вопросы живо встают перед богословами 21 века. И, собственно, дальше мы, наверное, продолжим, как эти вопросы или какие-то другие вопросы, которые, может быть, мирянин не задает, но актуальны для богословской науки, разрешают современные богословы. Ну, если говорить о моем опыте, то лидируют в кавычках вопросы про практики поста. Вот как? То есть, действительно, человек берет, ну, например, мы сказали, что вот бери святоотеческие творения. И вот он берет какого-нибудь египетского авву и сталкивается с проблемой. Да, вот у нас рождественский пост, зима, морозы, а там сказано, возьми пять фиников. Ну, вот можно ли поститься египетским уставом в наших широтах? Это первый момент. То есть, даже такая первейшая, очевиднейшая вещь, как дисциплина в пище. То есть, это вот большой вопрос. К тому же, как правильно понимать пост? Потому что, опять же, смотрите, ошибка в теории неизменная ошибка в практике. То есть, человек может там действительно не вкушать ни мясного, ни молочного и думать, что он постится, а на самом деле он сидит на диете. Потому что пост – это не диета, как мы знаем. То есть, надо сначала определить православное понимание поста и потом понять, как вот это все соотнести. Ну, вот тот же вопрос про технологии. Да, вот если человек молился, если человек не вкушал мясо, но при этом просидел весь пост в телефоне, в гаджете. Вот он исполнил христианское предназначение? Или все-таки пост – это время того, чтобы мы исследовали свои зависимости и поняли, насколько мы укоренены в вещественном? – А это не слишком мелкий вопрос для богословия? Вот то, что вам задают? – Нет, мелких вопросов в богословии нет. То есть, это на самом деле вопрос о человеческой природе и вопрос о смысле жизни, если угодно. – Но зачастую это ведь человек не выходит на уровень, если мы говорим о обывателях, да, не выходит на уровень размышления о человеческой природе. Ему нужна какая-то вот действительно банальная в трех словах технология, «Как мне соблюдать мой пост?» И более того, не нужно даже вот какого-то высокого философствования о посте. Просто скажите, чем мне есть, чем мне не есть, как мне спать, как мне не спать. Вот это вот считается богословским подходом к проблеме поста? – Нет, это, разумеется, не является богословским подходом, это является отказом от свободы и неисполнением, опять же, слов Священного Писания. То есть христианин должен осознать, что никому он свою свободу отдавать не должен. То есть сказано, стойте в свободе, которую даровал вам Христос. То есть в этом плане христианин не может отнести свою свободу ни священнику, ни фитнес-тренеру, ни психологу-консультанту, ни мудрому старцу. Вот, 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 вот. Не может и все. И, да, действительно, спасибо за уточнение. Я не подчеркнул, что, вот, как правило, на православные лектории приходят люди, которым недостаточно вот этого, вот это ешь, вот это не ешь. Которые ищут именно осмысленного знания. И если мы начинаем копать банальный момент, как мне поститься, мы выходим, во-первых, на антропологию. То есть для чего мы это делаем, да? То есть, Господи, мы не ели колбасу, мы ее тебе оставили. Господу колбаса не нужна. Надо понять уровень своих зависимостей, да? Тут же мы говорим о грехе. То есть грех, что это? Это промах мимо цели. И, соответственно, вся жизнь может быть промахом мимо цели. И получается, это антропология, это амартология, это, соответственно, вопрос о смысле жизни, которым занимаются всякие, ну, в общем, вообще всякие. Будь он профессиональный философ, будь он просто интеллектуальное существо, однажды осознавшее свою конечность, там, и так далее. И второй вопрос, который задают, опять же, желающие осмысленно веровать, это вопрос о границах церкви. Вот это очень насущный вопрос. Для наших телезрителей, может быть, это не так очевидно, но действительно сейчас... Закасно лысых снях вообще-то. Да, в эпоху такого удивительного крена, когда 80% населения заявляют о том, что они православные, что они христиане, при этом по факту совершенно ничего не знают, и знать не хотят, ничего не читают в церковь-то и не ходят. Где проходит эта граница? То есть она проходит по таинству крещения? То есть, например, крестился, значит, церковь. Или же все-таки, крестившись, можно не войти в церковь? Конечно. Не стать живой клеткой вот этого богочеловеческого организма. Очень интересно. Ну, давайте тогда, может быть, мы... У нас, как вы понимаете, время ограниченное. Я... Тут безбрежный океан. Может быть, мы вот именно... Во-первых, мы видим книги какие-то, лежащие рядом с вами. Вот. Может быть, что-то есть сказать именно об этих авторах, которых вы принесли с собой. А с другой стороны, может быть, есть какие-то конкретные, ныне стоящие актуально вопросы перед богословием, которые... Ну, вот, на которые вам бы хотелось бы просто обратить внимание. То есть, какой проблем... Разработкой какой проблематики сейчас занимаются богословы? Что сейчас актуально стоит на данный момент перед богословами, может быть, даже всего мира, всего христианского мира? Ну, во-первых, сохраняются две вот тех самые магистральные тенденции, о которых мы говорили в прошлый раз. То есть, это вот... Мы остаемся в рамках святоотеческого предания, и мы никуда не выходим. И вот приходите к нам, мы вам расскажем о антропологии свидетеля Григория Паламы. И вот, как бы это сказать, инициативные авторы, которые пытаются выйти за рамки вот этой вот библиотечной такой схоластической традиции, ссылками на тексты, на авторитеты пытаться осмыслить это все самостоятельно. Вот тут всегда есть риск действительно, что называется, сильно подставиться. Вот такая вещь, например, как игра и смех. Вот, можно ли это осмыслять богословски? И вот тут я рискну сказать, что 20-й век предложил множество возможностей, но также дискредитировал и философию, и богословие. Ну, то есть, не сам, конечно, 20-й век, это же абстракция, а вот авторы, которые занимались и философией, и богословием, в общем-то, сильно дискредитировали свои области. Ну, вот, например, что происходит сейчас с философией? Возьмите любое существительное в родительном падеже, поставьте философию, и, скорее всего, будет какая-нибудь статья по этому поводу. Да, то есть, философия войны, философия игры, философия маски, философия театра. И вот, пожалуйста, философия города, да, философия улицы. Мы найдем целые конференции по тому или иному поводу. И, с другой стороны, то же самое произошло и в богословии. Ну, вот, например, сошлюсь на такого автора, как Хуга Раннер, это брат Карла Раннера, который написал небольшую работу, называемую «Человек-играющий». Там есть замечательнейший, значит, «Играющий бог», «Играющий человек» и «Играющая церковь». Интересно, это какой-то ответ Хейзинга? Ну, разумеется, сознательная отсылка к «Homo ludens». И вот, опять же, смотрите, а что есть творчество и что есть игра? Ведь если человек создан свободным, если человек призван быть вот в этом земном бытии подобием того, чем Господь является вообще в космосе, то вообще-то мы подобны творцу настолько, насколько мы творим. И представляете, какой неудобный вопрос, если так вот Мерянину задать, а когда вы последний раз занимались творчеством? То есть, разумеется, от нас не требуется каких-то вот дипломов международных конкурсов по игре на музыкальных инструментах, там написано симфонии. Ну, вот просто мама готовит, простите, борщ, но можно просто картошку покрошить кубиком, а можно нарезать ее звездочками. Это тоже будет творчеством. И вот, опять же, а что, вот просто взять и заставить, не заставить, а побудить человека улыбнуться? Можно ли это сделать нетворчески? То есть, вот христианин – это тот, кто делится радостью, и христианин – тот, кто уподобляется Богу через творчество. Так что вот дьявол творить не может, ангелы творить не могут, а вот люди потому богоподобны, что они могут творить. Отсюда вопрос, опять же, неудобный. Дорогие православные христиане, когда вы последний раз творили, хотя бы звездочки, хотя бы яичницу, как-нибудь забавно хотя бы взять и сделать так, чтобы ближний улыбнулся. И вот, пожалуйста, тема разверзлась. Но мы найдем немедленно людей, которые осудят такой подход, скажут, нет-нет-нет, все уже написано, читать надо Библию, есть надо просфоры, и слушать православное радио, и православные программы смотреть, и все будет хорошо. Тогда, а где вы в этом процессе? Или, например, если из православных авторов, то вот протырей Александр Шмеман написал занятный текст про литургию смерти. Давайте мы покажем эту книжечку. Насколько правомерно само использование вот эта литургия смерти. Вот так вот эта книжка выглядит. Она очень тоненькая, кстати, говоря к вопросу о том, что ленивые современные читатели не любят больших и толстых книг, текстов. Эта книжечка очень удобного карманного варианта, и, кстати говоря, действительно очень интересная. Да, где предлагаются именно темы для размышлений, где православный человек пытается это все осмыслить. Вот. А как, а почему, а что мы вкладываем в это понятие? И при этом заметим, вот как-то, да, совершенно случайно я взял книгу, не предполагая, что разговор как раз затронет в том числе и тему лекториев. Это вообще-то материал семинара, который проводил протырей Александр для всех желающих вообще. То есть там в предисловии напрямую сказано, что это вообще-то был курс по выбору, и он сам не знал, кто запишется, кто не запишется, но вот он предлагал темы для размышлений. А при этом тема не менее актуальна, чем и тема границ церкви, и тема творчества, потому что, ну вот, отец Александр в этой книге очень четко обозначает, что мы сейчас откатились за христианскую границу, да, если можно так говорить, за границу христианской культуры отношения к смерти. То есть сейчас нас смерть стала страшить, пугать, и в связи с этим огромное количество мифов вокруг культуры смерти. Желание дистанцироваться, не упоминать, не говорить. Да, 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 спрятаться, то есть это такая попытка поиграть с ней в прятки или в жмурки. То есть она вроде ходит, тебя ощупывает, но ты постоянно пытаешься от нее как-то вот увильнуть. Это аналогия другого философа, Александра Секацкого, она мне тоже очень понравилась. То есть пытаться экранировать смерть, пытаться ее как бы отыграть от себя. И отец Александр замечательно разбирает тему того, что это вообще-то неестественное взаимоотношение со смертью в контексте христианской культуры и христианского богословия. И опять же, вот хочу подчеркнуть, что на самом деле это хорошо, что церковь не монолитна, что это не устав партии, от которого уклоняться нельзя ни вправо, ни влево. А вот если, например, люди, которые читают Александра Шмебна, если люди, которые осуждают его как модерниста, то есть дискуссия движется, и вот какие-то темы... Ведь в чем заслуга-то? В том, что человек просто взял и некую тему поместил в ракурс именно христианского внимания. То есть вот это самое, это натология. А что мы о ней думаем? Вдруг оказывается, что в православном катехизисе об этом не упоминается, и даже в символе веры слова «смерть» нет. Чаё воскресение мертвых есть, а смерть нет. И вот как правильно относиться, ждать ли её, приветствовать ли её. И вот хорошо, что... То есть чего даёт занятие богословием для каждого христианина? Это, простите, вот процитирую, опять же, не отца, а не вы святых, и не нашего поппера, который замечательно сказал... А, простите, расово, расово. Что даже если мы прочтём те определения, которые давались людьми древними, жившими прежде нас, мы уже продвинемся вперёд. То есть вот, а что есть смерть? Вот, пожалуйста, вот, вот, вот и вот. Разные определения, разные подходы. Попытка осмыслить вот этого человека, вот этого человека, вот этого христианского автора, вот этого нехристианского автора. И уже появляется какая-то... Хотя бы мы можем выбирать, даже если мы прям пассивно и не строим собственных теорий, просто банально мы знаем и эту точку зрения, и эту, и эту, но придерживаемся вот этой. То есть в этом плане христианин должен быть осознанным таким вот исповедником, он должен знать, во что он верит. И тоже важный момент, это то, что богословие, оно вырастает, простите, из схоластики, и от этого никуда не деться. А схоластика, она предполагает передачу знания некоего такого добротного среднего уровня. Это речь не про то, чтобы воспитать гениев, но, значит, учитель, ученик и книга. И до сих пор занятия в университетах, чудесное, да, санскритское слово, да, проходят в аудитории, от латинского аудио, да, семинария, вообще-то тоже, посмотрите на латинский корень, семинар. И вот это то, что вырастает из этой вот системы, и мне кажется, что если тенденция к этому есть, современная система образования схоластика уйдет, будет хуже, нежели вот мы ее осуждаем, она сухая, она неинтересная, но она предполагает, во-первых, диалог. Много ли людей имеют эту самую культуру диалога, когда мы не высмеиваем собеседника, не передергиваем его слова, не ввергаем его в аффект, не подменяем тезис. Это скучно, это, ну, это как вот надо вот просто сесть, выучить все вот эти вот правила ведения дискуссии, да, как шутил один из моих учителей. В конце концов, если вы говорите на русском языке, однажды нужно запереться в комнате с учебником Розенталя, просидеть там месяц, проплакаться, ну, выйти, выкинуть книжку, но больше уже не путать, сяять-сяять, и причастные-причастные обороты. То есть это вот просто необходимо для того, чтобы двигаться дальше. Вот смотрите, диалог, поважительное отношение к собеседнику, академическая культура спора, опять же, без подмены тезиса, без того, чего называют псогасом, например, когда либо тезис подменяется, либо дискуссия смещается на собеседника. То есть это вообще тоже риторический прием. Если чувствуете, что вы в споре проигрываете, надо обратиться к аудитории и сказать, а могут ли быть прямыми мысли у того, у кого кривые ноги. И аудиторию уже хочется посмотреть на ноги вашего оппонента, всем интересно, всем здорово, всем весело. Ну вот. Или, например, опять же, умение обращаться с аналогиями. Вот это все схоластика, это, простите, то, чем занимается богословие. Дальше. Это, кстати, вот открытая дискуссионность, уважение к собеседнику, и это, простите, культ. То есть в хорошем смысле слова. То есть в этом плане Папа Римский Бенедикт XVI хорошо сказал, что при университете всегда должен быть храм. Потому что если у нас нету сверхцели, сверхзадачи, то, в общем-то, о чем ради мы собрались? Это просто вот такие риторические игры. Вот каждый покрасовался, показал, какой у него словарный запас, и как он ловко буквки умеет расставлять, и воздух колебать своим голосом. Потому что если нет великой цели, то все бессмысленно. Вот если вот мы говорим об университетах, то они, простите, появились в христианской Европе. И при монастырях зачастую. При монастырях. И, заметим, преподавателям университета было даровано специальное право говорить о вопросах веры. То есть если до этого в католической церкви было четкое разделение на церковь учащую, вот только священник может... Кстати, вот то, опять же, что мы и сейчас наблюдаем. Может ли человек сам по себе читать Библию? Это тоже богословский момент, тоже богословский вопрос. И, заметим, это вызвало колоссальный интерес. Вот это разрешение светским людям говорить о вопросах веры. То есть оно никуда не делось. И вот даже если мы возьмем извращенные формы, скажем, в светских так называемых... Ну, как так называемый светский, наверное, неправильно выразился, университеты секуляризованной культуры, они все равно имеют некую сверхцель. То есть, например, смысл жизни в служении гуманистическим идеалам человечества. То есть они должны предложить какую-то высшую цель. Или посмотрите на коммунистический проект, который ставил целью создать вообще нового человека. И при этом, заметим, огромное количество людей сейчас, смотря на то, что происходит в образовании, говорят, а вот были советские книги, были советские фильмы, были советские учебники, которые вдруг стали востребованы. Потому что если система образования будет готовить к качественному потребителю, то вот этой самой часовни не будет, или на месте часовни будет Макдональдс. То есть, как бы, смысл жизни в наборе очков. Да, бургер, одно очко, съездить к морю 50 очков, попробовать лобстера 100 очков. Ну и, в общем, потом смотрим на такой зачет, а вот ради чего жить. И получается, что вот эта традиция сохраняется в богословии. Потому что вот с философией, допустим, не у каждого есть шанс встретиться, но если человек серьезно относится к религии, то рано или поздно в любой религиозной традиции он сталкивается с богословием. Которая, кстати, хранит вот этот самый идеал. То есть, еще раз, уважение к оппоненту, культура академического спора и культ. Но, с другой стороны, мы сейчас видим, и, в общем-то, претензий-то немало к церкви, именно потому что такого диалога не встречается. Вот. Ну, то есть, вот таких фундаментальных столпов диалога. Мы как-то опять откатились к тому, что вы, овцы, молчите, я буду говорить. Вот. Или отношение такое вот зачастую... Ну, нет ощущения, что мы на равных, и что мы пытаемся в одном направлении копать, и до чего-то пытаемся дойти. Вот. Ну, это, в общем-то, я сейчас ставлю просто как некое многоточие, потому что на сегодня у нас тоже уже потихонечку подходит к концу эфир. Вот. Многое мы не успели обсудить. Ну, и слава богу, с одной стороны, потому что, может быть, возникнет желание как раз пойти в библиотеки, пойти в школы, пойти в приходские какие-нибудь, на приходские лектории. Но, действительно, очень печальная картина современного, ну, вот, богословского диалога, что вот уважить уважение в диалоге к оппоненту, оно сохраняется на каких-то высоких уровнях, то есть там, где богослов разговаривает с богословом, там, где это проходит богословский симпозиум, богословские семинары, туда приезжают люди узкоспециализированные. А вот на самом низком уровне, там, где вдруг разговаривает священник с простым человеком, там не всегда зачастую происходит вот эта вот коммуникация за счет того, что либо кто-то кого-то не очень уважает, вот, либо не оценивает в должном уровне, либо есть разные понимания того самого культа, о котором мы говорим, либо он вообще отсутствует напрочь в сознании, например, одного из оппонентов. В общем, одним словом, вот сегодня, подытоживая нашу встречу, мне бы, во-первых, конечно, хотелось вас поблагодарить, Сергей Григорьевич, потому что мы подняли одновременно очень важную тему необходимости и читать, и образовываться, и выстраивать культуру богословского диалога на местах. Наконец, нужно отказаться от идеи, что богословие – это то, чем должны заниматься высоколобые мужчины и женщины в сане, не в сане, но где-то там на своих форумах и симпозиумах. Да вот, это то, что должно вернуться в лоно и в контекст православной церкви на самых даже низких уровнях, когда происходит диалог между двумя прихожанками одного, например, храма. Спасибо вам. Ну, а с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Надеюсь, и те авторы, которых мы сегодня и в прошлой передаче упоминали, они заинтересуют вас. Найдите их, почитайте. Многие из современных книг и современных авторов можно найти даже в электронных версиях. Не обязательно бежать и тратить безумные деньги на книги, если этих денег тем более нет. Можно всегда скачать, почитать. Одним словом, возвращайтесь к просвещению, если вдруг вы с этой дороги сошли. Храни всех вас Господь, Ангел-Хранитель. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова